Фотографии, детские рисунки и письма характеризуют дачную жизнь, которая протекала на побережье Финского залива в 20 веке. Все они из архивов известных петербургских семей Арбели, Аничковых, Кондратьевых, Лихачёвых, Люблинских. На всех снимках дети не просто отдыхают, но заняты творчеством. Татьяна Арбели предоставила десятки редких снимков и стихи, которые в 10-летнем возрасте написал её муж Дмитрий, сын легендарного директора Эрмитажа Иосифа Арбели. Я выброшен в ссылку далёко на юг, на родину Страстновлекомы. Мне было знакомо журчание ручьёв, и вкус мне воды был знаком. Для 10-летнего ребёнка стихи такого содержания очень смешно и мило звучат. Для Ларисы Кондратьевой, автора выставки, эта тема не случайна. В Комарова в 1967 он купил дачу её муж, академик Кирилл Кондратьев. Здесь вырос её сын. Критики назовут Василия Кондратьева надеждой русской литературы. Он уйдёт в мир иной, чуть перешагнув рубеж 30-летия, оставив блестящие рассказы и переводы. А на снимках 70-х годов он рисует и играет в детском театре, где спектакли шли на русском, английском и немецком. Вот работы Вундеркинда, выполненные на даче. Портрет комаровского жителя, академика Фёдора Углова, антифашистский плакат, проект памятника добровольческой армии. Это творческое проживание, которое помогло детям стать самостоятельными людьми, независимыми от потребления. Потому что сейчас общество потребления, а не производство. А нужно творить, производить жизнь. В семье инженера Лихачёва, где родился будущий академик, снимала дачу в 1910-х годах в Коколе. Теперь это Репина. Для Дмитрия Лихачёва детство в Коколе было лучшим временем жизни. Именно поэтому он всегда стремился отдыхать в этих местах. Здесь выросли и его дети, внуки, правнучка. Это один из снимков академика, который ещё никогда не публиковали. Выставка с солнечным ощущением счастья, которое было в этом детстве, она важна как опыт, как образец, наконец. Если даже мы сейчас это потеряли, то дай Бог будущим поколениям увидеть, как это могло быть. Экспозиция будет показана в Сестрорецкой библиотеке и Краеведческом музее Комарова. Вероятно, выставка могла бы лечь в основу фундаментального издания. Особенно, если этот материал был бы дополнен воспоминаниями тех, чьё детство прошло в Комарово. Зинаида Курбатова, Евгений Раков, Тимофей Чекмарёв, Петербург, Вести.